Новосибирский Сипсельмаш-2 с минимальным счетом 0-1 уступил клубу Саяна и Забакана. Шансы на ничью у новосибирцев были, но команда ими не воспользовалась. Не хватило реализации на самом деле. Все пацаны бились, молодцы. Трудово. Все бегали, максимально выкладывались. Протензии нет. Вот немного реализации, может где-то удачи. Оба матча в принципе тяжело удались. Вот единственное, что не хватило маленькой концентрации, наверное. И вот реализации момента. Накануне Сипсельмаш-2 на своем льду тоже уступил Саяном, но с более крупным счетом 2-5. Были отрезки, когда Сипсельмаш выходил вперед и долго держал ничейный счет. Но более опытный соперник смог забить три мяча в самом конце матча. Теперь у дублеров Сипсельмаша будет время отдохнуть и подготовиться к следующей игре. 30 декабря на своем льду новосибирцы встретятся с дублером иркутского клуба «Байкал Энергия». Сейчас малое поле за западной трибуной стадиона Сипсельмаш доступно не только для тренировок, но и для массового катания. Здесь работает прокат коньков. Спасибо, что смотрите канал Новосибирские новости. Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости. Субтитры сделал DimaTorzok